Книга пророка Михея. Глава первая. Слово Господне, которое было к Михею Моросфитину. Водни Иофама, Ахазы, Иезеки, царей иудейских, и которые открыты ему о Самарии и Иерусалиме. 2. Слушайте все народы, внимай земля и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего. Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли. И горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды льющиеся с крутизны. 3. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудой развален в поле, местом для разведения винограда. Не зрину в долину камня ее и обнажу основание ее. 4. Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала во их. На любодейные дары они и будут обращены. 5. Об этом буду я плакать и рыдать. Буду ходить, как ограбленные и обнаженные. Выть, как шакалы, и плакать, как страусы. Потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до народа моего, до Иерусалима. 6. Не объявляйте об этом в Гефе. Не плачьте так громко там. Но в селении Офра покрой себя пеплом. 7. Переселяйтесь. Жительница Шафира, срамно обнаженная, не убежит из живущей Цаани. Плащ в селении цель не даст вам остановиться в нем. 8. Горюет о своем добре жительница Морофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. 9. Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса. Ты и начало греха отщери Сионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля. 10. Посему ты посылаешь? Посылать будешь дары в Марешев-Геф. Население Ахзива будут обманом для царей Израилевых. 11. Еще наследника приведу к тебе, жительница Мореша. Он пройдет до Адалама, слава Израиля. 12. Сними с себя волосы, остригись, скорби о нежно любимых сынах твоих. Расширь за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя. 12. Михея, глава 2. Горе за мышляющим беззакония и на ложах своих придумывающих злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руках их сила. 13. Пожелают полей и берут их силою. Домов и отнимают их. Обирают человека и его дом, мужа и его наследия. 14. Посему так, говорит Господь, вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не сверните с шеи вашей. 15. И не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое. 16. В тот день произнесут о вас притчу, и будут плакать горьким плащем и говорить, мы совершенно разорены. 16. Удел народа моего отдан другим. Как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделенные на племенникам. 17. Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом. 17. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестье. 18. О, называющийся домом Якова, разве умолился дух Господень? Таковы ли действия его? 19. Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? 20. Народ же, который был прежде моим, восстал как враг. 21. И вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, отвращающихся войны. 22. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их. 23. У детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. 24. Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя. 25. За нечистоту она будет разоренной, притом жестоким разорением. 26. Если бы какой-либо ветренник выдумал ложь и сказал, я буду проповедовать тебе о вине и секере, 27. То он и был бы угодным проповедником для этого народа. 27. Непременно соберу всего тебя, Яков, непременно соединю остатки Израиля. 28. Совокуплю их воедино, как овец в вассоре, как стадо в овечьем загоне. 29. Зашумят они от многолюдства. 30. Перед ними пойдет стено-рушитель, они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими. 31. И царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь. 31. И сказал я, слушайте главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду? 32. А вы ненавидите доброе и любите злое. Сдирайте с них кожу их и плоть с костей их. 33. Едите плоть народа Моего и сдирайте с них кожу их. А кости их ломаете и дробите, как бы в горшок, и плоть, как бы в котел. 34. И будут они взывать Господу, но Он не услышит их и сокроет лицо свое от них, на то время, как они злодействуют. 35. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. 36. Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний. 37. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними. 38. И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. 39. А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. 40. Слушайте же это главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающиеся он кровью в Иерусалим неправдою. 41. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. 42. Посему за вас Сион распахан будет, как поле, Иерусалим сделается грудой и развален, и гора дома сего будет лесистым холмом. 43. И будет в последние дни, гора дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. 44. И пойдут многие народы и скажут, придите, и взойдем на гору Господне и в дом Бога Иаковлева. И он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. 45. И будет он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах. 46. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. 47. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. 47. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозой и под своей смоковницей. 48. И никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. 49. Ибо все народы ходят каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. 50. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющие и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие. 51. И сделаю хромлющие остатком, и далеко рассеяно сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. 52. А ты, башня стада, холм чери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владыщество, царство к черям Иерусалима. 53. Для чего же ты ныне так громко вопьешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? 54. Страдай и мучься болями с черсти Оно, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле и дойдешь до Вавилона. 55. Там будешь спасена. Там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. 56. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион. 57. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно. 58. Встань и молотить черсти Оно, ибо Я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их, и богатство их владыке всей земли. 58. Михей, глава 5. 59. Теперь ополчись, черь, полчись, обложили нас осадою, тростью будут бить полоните судью Израилева. 59. И ты, Вифлеем Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало одни вечных. 60. Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. 61. И станет Он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли, и будет Он мир. 62. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него семь пастырей и восемь князей, и будут они пасти землю Ассура мечом, и землю Немрода в самых воротах ее. 63. И Он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу, и когда вступит в пределы наши, и будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве. 64. И Он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. 65. И будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимин среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. 66. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. 67. И будет тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих из среды твоей, и уничтожу колесницы твои. 68. Истреблю города в земле твоей, и разрушу все укрепления твои. 69. Исторгнусь чиродеяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя. 69. Истреблю истуканов твоих у кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. 70. Искореню из среды твоей священные рощи твои, и разорю города твои, и совершу в гневе и негодовании мщения над народами, которые будут непослушны. 71. Михей, глава 6. Слушайте, что говорит Господь, встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос твой. 72. Слушайте горы, суд Господень, и вы твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется. 73. Народ мой, что сделал я тебе, и чем отягощал тебя, отвечай мне. 74. Я вывел тебя из земли египетской, и искупил тебя из дома рабства, и послал перед тобой Моисея, Аарона и Мариам. 75. Народ мой, вспомни, что замышлял Валах царь Моавицкий, и что отвечал ему Валаам сын Веоров, и что происходило от сети Мадагалгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни. 76. С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? 76. Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками Илея? Разве дам ему первенца моего за преступление моё и плод чрева моего за грех души моей? 77. О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. 78. Глаз Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет перед именем твоим. 79. Слушайте жезл и того, кто поставил его. Не находится ли теперь в доме нечестивого сокровища нечестия и уменьшенная мера отвратительная? 80. Могу ли я быть чистым, с весами неверными и с обманчивыми гирями в сумме? 81. Так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, язык их есть обман в устах их, то и я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои. 81. Ты будешь есть, и не будешь сыт. Пустота будет внутри тебя. 82. Будешь хранить, но не убережешь. А что сбережешь, то придам мечу. 83. Будешь сеять, а жать не будешь. Будешь давить оливки, и не будешь умощаться и леем. 84. Выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь. 85. Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их, и придам я тебя опустошению, и жителей твоих посмеянию, и вы понесете поругание народа моего. 86. Горе мне, ибо со мной и теперь, как по собрании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя, не стало милосердных на земле. 87. Нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. 87. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. 88. Лучший из них, как терн, и справедливый, хуже колючей изгороди. 89. День правозвестников твоих, посещение твое наступает. Ныне постигнет их смятение. 89. Не верьте другу, не полагайтесь на правителя, приятеля. Отлежащие на лоне твоем, стереги двери уст твоих. 90. Ибо сын позорит отца. Дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей. 91. Враги человеку домашние его. А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. 91. Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. 92. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним. 93. Да коли он не решит дело моего и не совершит суда надо мною, тогда он выведет меня на свет, и я увижу правду его. 94. И увидит эта неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, где Господь Бог твой. 95. Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет попираема, подобно грязи на улицах. 95. В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. 96. В тот день придут тебе из Осирии и городов египетских, и от Египта до реки Ефрата, и от моря до моря, и от горы до горы. 96. А земля-то будет пустынею за вину жителей ее, за плоды деяний их. 97. Паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего, обитающих уединенно, в лесу среди кормила. 97. Да пасутся они на Васане и Галааде, как во дни древние. 98. Как во дни исхода твоего из земли египетской, явлю ему дивные дела. 98. Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем. 99. Положат руку на уста, уши их сделаются глухими. 99. Будут лизать прах, как змея, как черви земные, выползут они из укреплений своих. 99. Устрашатся Господа, Бога нашего, и убоятся тебя. 99. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? 99. Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. 100. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. 100. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. 100. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, который с клятвой обещал отцам нашим одни первых. 100. 100. 50. Продолжение следует...